Телекомпания «Вид» представляет Часто ходите в церковь? Не так часто, как следовало бы Но все-таки ходите, а значит, знаете Кто впервые заповедовал нам всем, не укради? Как мне кажется, это был Моисей Многие считают, что это Иисус Христос Правда, стоит и в этом Ваша работа направлена на то, чтобы люди соблюдали эту заповедь Могу ли я вас назвать, ну, хотя бы в шутку, апостолом? Нет, апостолом себя назвать не могу Скромный Натан Найт Вице-президент Международного отдела Американской киноакадемии Сегодня для него час пик Натан Найт, 34 года Родился в пригороде Атланты в США С детства отличался обостренным чувством справедливости Этим и объясняет свою тягу к юриспруденции В 85-м году окончил Вирджинский университет международных отношений В 88-м колледж права в Джорджии по специальности прокурорский надзор В 89-м свободный университет в Брюсселе Диссертация, международное и сравнительное право Несколько лет работал в одной из преуспевающих юридических фирм в Вашингтоне Общие дела в судах США свели его с организацией Которая представляет деловые интересы Крупнейших голливудских компаний по всему миру С Американской ассоциацией кино В 93-м году ассоциация пригласила его на работу И вскоре Найт стал заместителем директора И советником по борьбе с видеоопиратством Два года назад он занял пост регионального директора А сейчас господин Найт Вице-президент международного отделения Американской ассоциации кино Разделяет мнение своего шефа Джека Валенти Ставшая в последнее время девизом компании Если человек не может контролировать свою собственность У него ее просто нет Если Ваша работа защищать от пиратов Значит от воров, бандитов Святое, продукт, который создается Американской киноиндустрией То с Вашей точки зрения Мир должен представлять из себя Скопище негодяев Частые люди, которые занимаются пиратством Не являются преступниками Они просто не понимают, что то, чем они занимаются Это незаконно Поэтому основная часть нашей работы стоит в образовании Вот, может быть, Вы и не научите Александра, 30 лет, радиоинженера Который в своем звонке в газету «Комсомольская правда» Говорил, когда я буду получать столько же денег Сколько зарабатывает какой-нибудь американец Тогда я буду платить за лицензионную программу Как в Америке Необходимо рассматривать эту ситуацию В контексте конкретного рынка На российском рынке Некоторые виды продукции Очень дорогостоящие Особенно для семей с низким Или средним достатком Но могу сказать, что Это не первый рынок, с которым мы сталкиваемся Где средний уровень доходов населения Не столь высок Предыдущий наш опыт, тем не менее, показывает Что рынок может развиваться Посредством расширения сети по прокату видеокассет В России такой возможности нет Потому что на прибыль салонов по прокату видеомагнитофона Накладывается налог в размере 70% Если эта ситуация не изменится Если у нас не будет возможности Брать на прокат кассеты А это каждому по карману Достаточно заплатить доллар-полтора Для того, чтобы взять на сутки кассету До тех пор рынок не будет развиваться Я думаю, что Вам с вашим международным статусом Легче войти На этажи нашей власти Чем тем, кто занимается Распространением видеокопий Здесь, в России И объяснить, что нужно сделать Разумные законы Вы этим занимаетесь, я знаю Да, в попытке решить эту проблему Вышли на самые высокие эшелоны власти Вопрос с налогами И неразрывно связаны с налоговым кодексом Который сегодня активно дебатируется В Государственной Думе То есть, я не знаю Когда на этот вопрос будет найден ответ Но я думаю, что этот вопрос Мешает проникновению инвестиций На российский рынок и на индустрии Вы согласны с мнением Многих наших экономистов и аналитиков Что высокие налоги в России Желание заработать много денег Сейчас тормозят развитие рынка Вне всякого сомнения Нет никаких сомнений в том Что высокие налоговые ставки Мешают инвесторам Серьезно рассматривать российский рынок Хочу привести пример Речь идет о слишком высоких налогах И отсутствии транспарентности Что не позволяет инвесторам Вкладывать средства в киноиндустрию Однако, один фактор Который доставляет мне большое удовольствие Из того, что я наблюдаю здесь в России Это попытка начать строить Многозальные кинотеатры Недавно было объявлено Что в Москве будут строиться кинотеатры Один на 8 залов Другой на 9 залов И открыться они должны Этой осенью, в сентябре-ноябре России нужны эти многозальные кинотеатры России есть что показывать в кинотеатрах В этой стране очень большие Кинематографические традиции И это позволит донести продукт До большего числа зрителей Ваша позиция звучит так Вы вице-президент Международного отделения Американской ассоциации кино Можете ли вы Находясь в этом статусе Защищать интересы И российского кино На российском рынке От пиратов Не без помощи со стороны Я попытаюсь объясниться Я представляю интересы Моей ассоциации Членами которой являются 7 крупнейших студий Голливуда Когда мы работаем в России Мы не работаем в одиночку Мы работаем вместе с российской киноиндустрией Например, мы являемся членами Российской ассоциации по борьбе с пиратством Мы вступили в эту организацию Вместе с 13-14 другими российскими компаниями Одним из которых является канал ОРТ То есть это не американцы борются с пиратством в России Американцы участвуют в этой борьбе в России Я считаю, самый главный вопрос В этой части нашего разговора Зрители, внимание Какие деньги, во сколько долларов Вы оцениваете пиратский рынок в России Пиратский видеорынок в России Одно из самых больших проблем С которым мы сталкиваемся в России Является недостаток статистики У нас нет достаточного количества статистических данных Но я могу поделиться с вами теми цифрами, которыми мы располагаем В 1995 году российская видеоассоциация Собрала статистические данные по ввозу в страну чистых видеокассет Было высказано предположение, что 90% этих чистых видеокассет ушло на пиратский рынок Таким образом, минимум 300 миллионов долларов оказалось на этом рынке Кроме того, если предположить, что 50% российского видеорынка это российская видеопродукция А 50% представляет другие страны мира Можно сказать, что не меньше 600 миллионов долларов оказалось в руках пиратов в 1995 году В 1996-1997 годах пиратство пошло на убыль Но в то же время вырос рынок Поэтому мы предполагаем, что сегодня убытки от видеопиратства в России составляют более 600 миллионов долларов Один из журналистов здесь, говоря о пиратском рынке Вспомнил итальянку, девочку, автора слов песни «О соли мио» Сейчас у нее одна проблема Где построить очередную виллу? Что же такое авторские права в мире? Немного цифр Реализация авторских прав в странах Запада обеспечивает от 4 до 7% волового национального продукта В России ущерб от всех видов пиратства, по оценкам экспертов, составляет около миллиарда долларов Половина этой суммы должна поступать в бюджет страны Серьезные нарекания вызывает статья 146 действующего уголовного кодекса Нарушение авторских и смежных прав Она не дает ответа, что именно считать крупным ущербом в результате нарушения авторских прав И, следовательно, усложняет процедуру наказания Рабочая трибуна, 15 июля, 98-й год Это хорошо, что американцы подключаются к борьбе с пиратством здесь, в России Но у меня устойчивое мнение, что вы защищаете свои интересы Как вы думаете, выживет ли российская киноиндустрия под напором американского продукта? Вне всякого сомнения выживет, я даже не понимаю, почему речь идет о каком-то напоре В пользу российской киноиндустрии говорят долгие годы и традиции В России очень сильные компании, необходимо их еще более усилить И даже те компании, которые занимаются дистрибьюторством американских продуктов в России Это правда Предполагаете ли вы, что мощная американская киноиндустрия создаст здесь, так же, как она создает по миру Свои дочерние базовые компании Ведь, видимо, производство фильмов, мультфильмов в России может обходиться дешевле, чем в Америке Сегодня работа ведется по двум параллельным направлениям С одной стороны, борьба с пиратством для того, чтобы вытеснить его существующего рынка С другой стороны, создание коммерческих предпосылок для роста этого рынка Сегодня настоящий рынок в России в Москве, но Россия это не Москва, это очень большая страна Если мы поговорили о цифрах нелегального бизнеса Если предположить, что борьба с пиратством будет проходить успешно В какие цифры вы оцениваете видеорынок России, скажем, через пять лет? Очень сложно ответить на этот вопрос, поскольку столь много еще предстоит сделать В будущем, не могу сказать, когда именно, но Россия вполне может стать одной из пяти ведущих стран мира У России есть традиции, есть население, сила То есть мы говорим о рынке в миллиарды долларов? В конечном итоге, да, сегодня ситуация иная Сегодня дистрибьюторы ведут напряженную борьбу за существование Половина их рынка находится в руках пиратов Только по Москве данные показывают, что от 60 до 70% рынка находится в руках пиратов Если это так, то тогда приходится говорить о тенденции роста по сравнению с предыдущим годом Это вызывает нашу большую беспокойность Мы полагаем, что полиция оказывает нам очень хорошую помощь и поддержку Однако судебные инстанции недостаточно хорошо понимают природу происходящего Они не понимают, что если нам удастся укрепить эту отрасль, то эта отрасль создаст новые рабочие места Эта отрасль будет надежной опорой для российского правительства А у российского народа будет очень сильная киноиндустрия Не только для нужд России, но и для всего мира И вот что происходит от этого непонимания, о котором только что сказал Натан Найт Цитата В российском офисе Microsoft шутят, что воровать интеллектуальную собственность в России И не только в России никогда не перестанут Вот только ловить пиратов, отсуживать у них деньги И главное, добиваться потом исполнения судебных решений Занятие весьма неблагодарное Об акциях РОПа на рынках в Митина и на Горбушке наслышаны все За прошлый год проведено 70 рейдов по изъятию нелегальной продукции По статистике Минюста, из 290 дел до суда дошло лишь 30 А приговоры вынесены только по двум Пираты оштрафованы на общую сумму 5000 долларов Сотни миллионов долларов и 5000 долларов штрафа Большой результат Что было бы с компанией или с человеком в Америке, если бы его поймали на пиратстве? Давайте будем откровенны В Штатах тоже существует проблема пиратства Однако ее размеры далеко не столь велики Пиратам принадлежит около 7% рынка Но когда их ловят на этом, они больше не занимаются пиратством А что же происходит здесь? Вы сами говорите Только два приговора на 290 дел Разве это барьер на пути развития пиратства? Необходимо поставить заслон на пути дальнейшего развития этого явления Вот на таких рынках, подобных России, на развивающихся, диких рынках Придумываете ли вы что-нибудь, чтобы вовлечь пиратов А они царствуют на рынке В легальный бизнес Я вот хочу на простом примере Я пират Я потратил 5000 долларов Я купил видеодиск-плеер Я купил DVD-плеер И у меня несколько магнитофонов для записи Я делаю это в своей квартире Сотни кассет я вывожу на рынок И мой брат продает их из багажника автомобиля Что вы можете предложить мне? Я получаю чистые деньги Что вы можете предложить мне в каком-нибудь городке в России? Чтобы мне было выгодно работать по-другому Так вопрос даже не должен ставиться Я постараюсь использовать вас же пример для иллюстрации своей точки зрения В вашем примере лишь два человека получают выгоду от того, что они делают Вы и ваш брат А теперь давайте посчитаем, сколько людей теряют на этом деньги Люди, которые участвуют в творческом процессе Официальные дистрибьюторы теряют на этом деньги Магазины теряют на этом деньги Потому что они не могут продавать эту продукцию Правительство теряет деньги Потому что их прибыли не облагаются налогами Мы считаем, что эти люди паразиты Они живут трудом и потенциалом тех Кто честным путем зарабатывает себе на жизнь То есть если эти люди хотят начать законный образ жизни Они должны открыть магазин Начать официально продавать видеокассеты Платить налоги И влиться в струю легального бизнеса Здесь вы упомянули, что эти люди зарабатывают немалые деньги Они не платят с них налоги Они нарушают не только закон об интеллектуальной собственности Но и многие другие законы То есть пока ваша политика – это политика кнута Пряников пока вы не придумали Наша политика – это политика кнута При помощи которого ставится заслон на пути развития пиратства Люди должны понять, чем это чревато С другой стороны, мы хотим научить этих людей Простой истины, что если они начнут заниматься законным бизнесом Есть роль, которую они могут в нем сыграть Представьте себе, что технология развивается еще быстрее Сейчас DVD будет основным носителем видеопродукции Копировать его или копировать с него так просто Так технологично и так быстро Аппаратура для записи на диске уже стоит недорого А будет стоить еще дешевле Получается, что технологический процесс Враг талантливых людей Враг креативных людей Он вкладывает пиратам потрясающие инструменты для обогащения Что вы можете этому противопоставить? Никаких сомнений нет в том, что переход к цифровой информационной среде Представляет собой колоссальную проблему для нашего бизнеса Как мы будем защищать нашу продукцию в цифровом мире? Вероятно, это потребует новых решений Мы будем требовать от правительства выполнять международные обязательства Существует целый комплекс международных фактов и соглашений на этот счет Подписантом которых является в том числе и Российская Федерация Необходимо добиться неуклонного выполнения этих обязательств И распространить на цифровую среду те же законы, которые имеют место в аналоговой среде Есть у вас что-то, чем вы уже можете попугать пиратов? Я не знаю, удастся ли их напугать Но мы ведем очень интенсивную работу на многих направлениях Мы сегодня ведем переговоры с поставщиками видеокассет Стараясь побудить их помещать на видеокассеты средства защиты Мы хотим поставить технологию на службу нам В той же степени, в какой технологии может быть нашим врагом Она может быть и нашим союзником Я полагаю, что технология способна на многое, но она не способна на все И тот уровень, на котором технология не в состоянии нам помочь Мы должны суметь найти решение проблемы через работу с отраслью, с правительством, с полицией В частности, администрация московского мэра сегодня рассматривает возможность Помещать на видеокассеты акцизные марки, подобные том, которыми украшаются бутылки с водкой Сегодня на рынке существует много проблем Торговля из-под прилавка, черный нал Люди считают, что поместив акцизную марку на изделия, они существенно сократят число лазеек, которыми сегодня пользуются пираты Идея, как я уже сказал, неплохая, но на практике ее реализация представляется излучайно сложной Дело в том, что прежде чем мы вручим кому-то акцизную марку, как мы можем убедиться в том, что это нужное лицо или организация? Натан, вы работаете в международном отделении и вы можете сравнивать Скажите, какая страна в мире сейчас лидирует, лидирует как пиратская страна на видеорынке? На видеорынке Россия Россия, даже больше, чем Китай Китай лидер на рынке видеокомпакт-дисков Это уже цифровой носитель Китай уже вступил в мир цифровых информационных систем А в России фильмы распространяются в основном на аналоговых видеокассетах То есть по аналоговому формату Россия это лидер А китайцы лидируют в области видеодисков Когда Господь Бог много тысяч лет назад передавал слова «не укради через Моисея людям» Он не предусмотрел никаких технических средств для контроля над выполнением своей заповеди Только совесть Только совесть По-настоящему контролирует выполнение этих заповедей Я благодарю Натана Найтас за то, что он ответил на мои вопросы И желаю ему и каналу ОРТ И всем тем, кто борется за чистый рынок без пиратов Успехов и удачи! Спасибо! Спасибо, что меня зовут Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ Субтитры создавал DimaTorzok Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok